Уже неделю в Чувашии активно тает снег. Каждую весну в Аллатрском районе запасаются лодками, продуктами питания, болотными сапогами. Сура и ее притоки разливаются и грозят затопить Аллатр и ближайшие села. Ситуация на контроле у правительства республики. Председатель правительства Иван Маторин специально выехал на места подтоплений посмотреть, как обстоят дела и как помогают людям. Весна – время, которое многие люди ждут с замиранием сердца. Но для жителей Аллатры это становится очередным испытанием на прочность. Ведь на протяжении многих лет окраина этого города превращается в своеобразную Венецию. Но пользы от этого мало. Один из районов города, куда подошла большая вода – это микрорайон Подгорье. Здесь подтоплены 6 домов, а в микрорайоне зеленый – 11. Это в десятки раз меньше по сравнению с прошлогодним затоплением. Тогда от стихии пострадали более 200 построек. Жители Аллатры уже привыкли к такой весне и встречают ее во всеоружии. Ну, предупредили заранее люди, сказали припасить продукты питания, водой все запаслись. Заранее были все предупреждены, оповещены. Пока угрозы более, скажем так, сильные, чем сегодня существует, нет для населенного пункта, проводить взрывную работу, ну, в том числе и небезопасно. В поселке организована переправа людей на лодках, а также круглосуточные дежурные посты. Несмотря на то, что уровень воды прибывает, ситуация остается под контролем. До критической отметки в 730 сантиметров остается в среднем полметра. По прогнозам Чувашского гидрометцентра ожидается понижение температуры в ночное время, что в свою очередь будет сдерживать половодье. Но надеяться на снисхождение природы не приходится. Поэтому в перспективе строительство дамбы на непредсказуемой реке. Это единственная мера, которая позволит спасти микрорайон от палатка. В этом году впервые республика получает средства на строительство дамбы Цивильска. То есть мы принимаем участие. В планах стоит подать в дальнейшем заявку и по Аватарю. Но оценочная наша Минприрода сегодня говорит о том, что по деньгам это будет дешевле, чем Цивильск, так как здесь дамба планируется низконапорная, защитная. По деньгам это, наверное, будет порядка 200, может, миллионов рублей, может быть, меньше. На заседании по вопросам ликвидации паводка специалисты обсуждали несколько проблем. Размыв берега Суры, строительство дамбы, а также устранение затора на реке. Как говорится, с природой не поспоришь. Но вот направить ее в правильное русло иногда возможно. Если планы строительства в скором времени реализуются, то жители АлатРа наконец-то смогут радоваться наступлению весны без опаски. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.